Проблема уже в том, что Ангизорский коридор, его можно рассматривать как коридор экстралитариальный или не экстралитариальный, это все-таки транспортный коридор, вне зависимости от статуса. Но Соединенные Штаты сейчас поставили себе целью установить контроль свой над этим коридором, над этим транспортным потоком. И, собственно, делают все для того, чтобы установить тем или иным способом там свой контроль. Идут к этому всеми возможными средствами. Так что здесь Азербайджан, он будет идти навстречу Соединенных Штатов в той мере, в которой это будет отвечать интересам нынешних властей Азербайджана. Так что понятно, что то, что предлагала Россия, когда все-таки этот транспортный путь контролируется органами пограничными и безопасности российскими, сейчас американцы делают все, чтобы эту модель убрать из политической повестки и туда поставить свои какие-то контрольные органы. Они смогут таким образом контролировать все транспортные пути через Сюник, которые идут в Центральную Азию. Насколько это будет отвечать интересам Азербайджана и Турции, это большой вопрос. Потому что все-таки интересы этих государств и интересы Соединенных Штатов, они не всегда совпадают. Потому что для Соединенных Штатов важно установить контроль и в том числе ввести вот этот режим санкций, которые были введены против Китая и против России. Для Азербайджана и Турции это невыгодно. Поэтому здесь вот насколько у американцев получится там посадить свои контрольные органы, это большой вопрос. Но мы видим, что им удалось, по крайней мере, посадить своего представителя в Министерстве обороны Армении. Так что здесь они будут и дальше продолжать действовать в этом же направлении. Но вы же понимаете, что заявлять о том, что она умеет жениться, уж не значит жениться. Поэтому они же добиваются своих целей, а то, что они заявляют, это уже имеет десятое значение. Собственно, для Соединенных Штатов то, что вовсе не выгодно стабилизация ситуации в регионе Южного Кавказа. Они могут там соблюдать свои интересы только в ситуации, когда там наблюдается нестабильность военная и политическая. Для них важно, чтобы ситуация оставалась нестабильной, и они там играли решающую роль. Все идет так, как оно идет, и это идет на пользу Турции и Азербайджану. Позиции Армении на международной арене, они постоянно ослабляются. А надежды на то, что они усилятся благодаря партнерству с Калифином Западом, они имеют такой иллюзорный характер. Поэтому прекрасно это все понимаете и в Баку, и в Анкаре. Они будут тянуть время, они не будут заключать никакого мирного договора. Они будут ожидать, что ситуация позволит им осуществить сценарий западного Азербайджана. Об этом сказал недавно Алиев Ильхам в мероприятии в Шуше, когда он сказал, что несколько миллионов азербайджанских беженцев ожидают возвращения в западный Азербайджан. Собственно, это вот тот сценарий, который будет претворять жизнь и Турция, и Азербайджан.